Капитальный ремонт школы номер 12 в деревне Устютка ведется в рамках национального проекта образования. Для продолжения процесса обучения одноэтажному деревянному зданию необходима замена фундамента системы отопления кровли. Следует соблюсти требования надзорных органов. Работа выполнена на данный момент. Это ленточный фундамент, будто бетонный. Выставлена шлагоблочная кладка. Выровнялись графики. Идем согласно графику. Поэтому думаю, что до конца окончания контракта все это будет у нас выполнено. Поддержка сельских населенных пунктов – одно из основных направлений деятельности администрации Нижнего Тагила. Поэтому возможность закрытия школы в Устютке в связи с тем, что количество посещающих ее невелико, главой города Владиславом Пинаевым была отвергнута. Надо создавать условия в 21 веке уже учиться в помещении уже соответствующим каким-то требованиям, соответствующим современным требованиям. Поэтому это мы сделаем. Но сегодня, благодаря федеральным программам, у нас есть возможность школу отремонтировать. Центр инновационного образования «Точка роста» к началу нового учебного года появится в 8-й школе в поселке Висимоуткинск. Здесь побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ремонт выполняется за счет муниципального бюджета. Оборудование предоставляется по тому же национальному проекту образования. Определенные помещения должны быть благоустроены. Это лаборатории физики, химии, биологии и технологическая лаборатория. Заключены договоры на поставку соответствующего перечня оборудования и мебели. Поставка планируется в начале августа. В прошлом году подобные начинания реализованы в 9-й школе поселка Уралец. Приобретенный опыт позволяет с уверенностью утверждать, возможности, которые предоставляются детям из малочисленных территорий, уникальны, убежден Владислав Пинаев. Судя по поселку Уралец, школа будет оснащена самым современным оборудованием, интерактивным оборудованием. Такого, что дети, наверное, здесь они не видели никогда. Это говорит о том, что все-таки внимание на сегодняшний день уделяется и развитию тесельской территории, ну и, конечно, ремонтам школ. В дальнейших планах участие в отборе для создания точки роста в 11-й школе в селе Серебрянка. Субтитры создавал DimaTorzok